Праздник отдания это то же самое, что первый день Бога явления. Потому что по учению церкви, как я студент, был Московский Духовный Школ, Киевский Духовный Академий, нас учили в том, что в этот день служба совершается вся праздника. Напоминаю нам о тех событиях, чтобы мы не забывали целый год, что этот праздник был нас ради и нашего ради спасения. Сегодня мы слышали Отца Небесного слова «Сеи, Сын мой возлюбленный, он нем же благоволих». Эти слова свидетельствуют нам, дорогие братья и сестры, что Иисус Христос посланный Богом Отцем для нас вами. Потому что Бог, Слово, сегодня и в эти дни становится человеком, подобным всему нам, кроме греха. Поэтому и Отец Небесный свидетельствует в другом месте, Священописание, о нем же благоволих и его послухайте. То есть, то, что он будет говорить, это истина и правда. Это действительно так. Потому что, еще не прославленный трудами, подвигами благочестия, Отец свидетельствует, что он избрал от рука по сердцу своему. И дал ему вся власть, и наша человеческая плоть от вознесения Господа нашего Иисуса Христа, имеет великую честь, святые сидящие одесною, борются по правде, по вере в Иисуса Христа, что он единственный тот, кто может спасти. В последствии, по его слову, последовало множество исповедников, множество святых. И Святая Церковь сегодня празднует память святых в Раифе пострадавших. Их там было очень великое множество святых и водников. И двадцать тысяч только в храме, удушенных и сгоревших дымом от огня. И множество вокруг храма, потому что Господь избирает по сердцу тех людей, которые действительно желают спасения. Но Он не оставляет и нас с вами, ибо от востока и запада, с севера и юга приедут и возлягут вместе с Авраамом. То есть мы новая церковь, как сказано в кануне. Поэтому все то, что совершается в нашей церкви, не без воли Божьей. И если мы хотим только спастись, Господь обязательно пошлет нам человека. Божья Матерь хотела, чтобы ей выпал жребий вместе с святыми апостолами, проповедовать о Слове, о Своем Сыне и Боге. Она не вот что меняла и свои года, и может быть какие-то болезни. Она хотела иметь жребий, равный с апостолами, с учениками Христовыми. Но Господь сказал, что придет время, и этому благому делу придет другой человек, который пойдет в святую землю жребий Иверсий, который выпал Божией Матерью. Пришло два с половиной столетия, и Господь никогда не забывает нас. И он во сне является равноапостольной Нине, который был научен своими родителями, Завулоном и Ноной. Которой была научена и мудрости своей няне, которая ее просвещала, а также патриархом Иерусалимский, который был ее дядей Ювеналей. И она в один прекрасный день пришла к своему дяде и показала хрест, который было вручено его сне, и сказано, чтобы она ишла в Иверскую землю и просветила Иверский, ныне грузинский народ. Патриарх богословил и совершил над Ягловой молитвы, Господи, поспешистуй рабе Твоей, которая пожелала всем сердцем послужить Тебе в распространении Твоего Слова, исполнить жребий Божьей Матери и помоги, не остави я. В тот день уходили некоторые девы, которые уходили из Рима от гонителей, которые хотели принудить, принести жертвы идолам, и многие хотели соблазнить на грех блуда и другие распутства. Они вместе направились в ту сторону, куда выпал зрели. По дороге эти девы все умные и пострадали, а равноапостоль Нина дошла до того места, где было ей указано Богом под покровом Божьей Матери. Она, прожив долгие годы, она удостоилась счастью быть равноапостольной, то есть, хотя уже был третий век, но все равно апостольские труды до сегодняшнего дня имеют большое значение. Она начала проповедовать не только словом, но и делом, потому что Господь по вере нашей дает и дары исцеления через того человека, который совершает проповедь. Она обратила и импера, царя этой страны, она обратила и царицу, она обратила многих, и ее слово не расходилось с делу. По молитве ей воскрешали умершие, исцелялись больные, прозревались слепые, хромые начали ходить. И так Господь явил его святых своих, прославился, а вместе с тем и прославил святую равноапостольную Нину. Она также открыла то место, где находился Хитон Христов, потому что римские воины, которые получили в жребии одежды Христа Спасителя, один принес ей верею, и одна из еврейского рода, Сепфора, сказала такие слова, когда Христа распинали. Она говорит, сегодня распляли царя Христа Мессию. За род человеческий я слышу, что молотом убивают в его руки гвозди, но мы должны принять все, что есть. И ныне настало время нашего спасения, говорит Дмитрий Ростовский. Многие годы послужила святая равноапостольная Нина иверскому народу, а иверия стала вторым уделом Божьей Матери после Афона. Наша Киево-Печерская лавра и Святая Русь – третий удел Божьей Матери. Мы сродны, мы родны, мы близки все по плоти независимости, какой-то есть национальности. Адам и Ева были одними людьми, были нашими прародителями. А Христос, который исполнил вас и всяческое, и Спаситель, и Бог для всех живущих. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, Христос сказал, садишь до церкви мою и врата Адаме в доле и клея. В моем и в каждом сердце лишь было бы только желание. Как бы мне не погибнуть? Как бы мне послужить Христу другим людям, нуждаясь в помощи, чтобы мне спасти свою душу? И как мы только это скажем, если мы дадим свое сердце Христу, Спасителю мира, Он придет к нам. И поверьте, ни одна душа человеческая не погибнет. Погибнет только лентяй, человек, который не хочет спасения, человек, который старается мудрствовать лукаво по-своему. Но мудрость нашего Христа, как говорит он Титу, и апостол Павел говорит другим своим ученикам и чадам. Поэтому сегодня мы прославляя Нину, просветительницу и вере, и святые отцы уже, которые подвязались там и у нас в Херсонесе, на нашей земле, они были представлены первым вселенским в соборе в 325 году. Они проповедовали истину и правду. Не надо Христа защищать, нужно себя защищать во Христе. Господь – это Церковь, это Бог, это Спаситель мира. Он имеет возможное и врагов сокрушить, и нас просветить. Но Он является Отцом любви и милосердия. Он не хочет, чтобы ему чадо повиновались под палки, как и наши родители. Хотят, чтобы сын или дочь были благоразумны. Потому что наши родители отдают нам все и отдали самих себя. Мы спим в детстве, они не спят. Мы кушаем досыта, они голодают. Мы блаженствуем, они работают на трех или четырех работах. Для чего? Ради нас с вами. А мы не умеем ценить родительской любви. Где сказано, четвертая заповедь, по обетованию, чьи отца и мать, да благо тебе будешь. Благословение Твое. Сегодня мы ублажаем святую равноапостольную Нину, под ее просиявшую, просветительницу Грузии. И Божья Матерь, которая посылала в свое время Нину, она явилась в иверском образе иконы Божьей Матери. Она показала, что она вместе со своим народом, грузинским, славянским, евреями, греками. Потому что, когда пришли к вдове, в дом наши недруги, еретики, раскольники, гонители икону, растерзающих хитон Христового спасения, учения нашего, и была икона. И один из воинов ударил мечом в лик Божьей Матери в щеку. Эта икона называется Иверская до сегодняшнего дня. И находится она в Иверском монастыре. Из щеки, то есть лица, потекла кровь. До сегодняшнего дня на иконе есть изображение с правой стороны. И как бы рана, и кровоточащая рана. Это свидетельство о том, что Божья Матерь с нами. Она страдает. Если гонят народ ее, гонят и ее. Закрывают храмы, выгоняют из храма. Гонят монахов, она и гумене нашей, гонят ее. Не дают ей пристань, хотя прикрывается именем Господнем, ничего не имеет общего с Христом и Его Святой Церковью. Сегодня мы ублажаем святую равноапостольную Нину, просветительнице Грузии. Она получила хрест от Бога и Божьей Матери, который своими волосами обвиваю и показала патриарху. До сегодняшнего дня этот хрест находится в свете. Я удостоился грешной на один из заявлений, патриарха Ильи, спокойно блаженнейшим митрополитом Владимиром, видеть и прикасаться к этой величайшей святыне. Бог жив, Бог есть и Бог будет. Праведным воздаст заблаженную жизнь, Царство Небесное. Но Господь не хочет смерти грешника, Он хочет спасения каждого человека. Даже из-за самого гонития хульного апостола Павла, который привел к себе разбойника благоразумного, и нас с вами грешники достойных, он страдал, пролил кровь. Тот не спасается, кто не хочет видеть в своей жизни Христа Второй и Песта Живой Начальной Тролицей, Спасителя Мира. А мы сегодня просим Божью Матерь, которая просветила по своему хотению гребью Иерскую землю, чтобы она не оставила и третий удел, чтобы она возвысила свой голос Сыну своему и Богу, как она сказала преподобному Серафиму Северопрода нашего. А нас сегодня очень много. Да, мы грешные, мы недостойные, но мы благодатные веры в Христа Спасителя Мира. По молитвах Его Матери и Святой Дни не пускай будет слава в нас грешных Богу нашему. Во веки веков. Аминь. Благословение Господне дохранит всех вас.